Ребятушки, всем пламенный привет, с вами Алекс Назаров, спасибо, что вы подписались на мой канал, смотрите все мои видео, ставите лайки и пишите свое честное мнение в комментариях. А отдельную благодарочку хочу выразить тем прекрасным людям, которые поддерживают меня по ссылке в описании. Ваша поддержка не дает мне умереть с голоду в это бессовестное чумное коронавирусное время. По вашим просьбам продолжаю таки рубрику «Звездушки», где я рассказываю о своем личном опыте общения со знаменитостями и о том, как они ведут себя за кадром, когда их не видят зрители. Как вы уже знаете, работая на канале НТВ, я записал тысячи интервью с артистами, и поэтому знаю их как облупленных, а еще знаю, что они очень любят наши с вами денежки, денежки-деньжатки. Поэтому очень часто предстают на экране в искусственно созданных образах, скрывая свою настоящую гнилую личину за фальшивыми улыбками. И сегодня обсудим обратную сторону Анны Семенович, за каким позорным занятием я застукал экс-солистку группы «Блестящие» и как вывел из себя. Почему она закатила мне истерику во время нашего с ней интервью для программы НТВ «Ты не поверишь». И что у нее общего с певицей Валерией и Лободой. Сегодня открою их секретики. А также мое личное знакомство с Жанной Агузаровой, ее поведение за кадром и реакция Жанны на мой конфликт с Семенович, что ответила Агузарова на хотелки Анечки. До моего личного знакомства с Семенович я относился к ней нейтрально, как-то не страдал особой симпатией, но и негатива тоже не испытывал. Просто понимал, что эта героиня не моего романа. Но что меня удивляло, это поразительное единодушие моих коллег на канале НТВ, которые уже успели с ней соприкоснуться, и все они как один плевались, говоря о том, что Семенович крайне неприятная особа в жизни. Но вы же понимаете, что у телевизионщики люди разные, и у каждого из нас могут сложиться свои особенные отношения со знаменитостями. Тут играет роль не только твои профессиональные качества, но и личная симпатия или антипатия, как самого журналиста, так и артиста. Плюс есть такие звездуны, которые, например, охотнее дают мальчикам, а другие, наоборот, девочкам. Например, Жанна Фриске и Лопада всегда охотнее общались с сотрудницами женского пола по понятным причинам. А вот Лариса Долина, наоборот, всех наших журналисток посылала на три веселые, но когда я подходил, то Долина расцветала и всегда мне давала. Поэтому мнение сотрудников редакции «Ты не поверишь» о разных звездушках может отличаться. Но, когда речь заходит об Анне Семенович, все мои коллеги делают вот так. Но, опять же, мнение коллег – это одно, а гораздо важнее твой собственный опыт. А у меня как-то все не складывалось на личную встречу с Анечкой. И вот однажды выпадает-таки мне окаянная карта посетить тусовку, состряпанную в честь самой Семенович. Скажу откровенно, поехал туда только из-за Киркорова, Баскова и Лазарева, которые были заявлены в списке приглашенных гостей и являлись вот такой заманухой на ее тусовку. Без них даже не поехал бы. Думаю, окей, запишу вот этот гей-клуб, а потом уже до кучи и саму Семенович тяпну, ставлю куда-нибудь на полминутки в свою программу. Ну, потому что ехать обсуждать ее сиськи мне, как журналисту, совершенно неинтересно. А зрители, как вы понимаете, смотрят ее только, когда она обсуждает свои сиськи. Во всех остальных случаях у нее рейтинги ниже Плинтуса. И еще один показательный момент. У каждого сотрудника программы «Ты не поверишь» имеется свой собственный сеанс за компьютером с логином и паролем. А также есть общая база всех текущих и архивных текстов сюжетов, куда также имеет доступ каждый сотрудник. И частенько сюжеты Семенович помечались нами как «Сиськи Семенович». То есть такие названия. Мужики Пугачевой 265, невеста Баскова 19, «Сиськи Семенович» 25. То есть вот так она у нас записывалась. Это к вопросу об отношении самой редакции, вот к таким персонажам. То есть никто внутри редакции не воспринимает ее серьезно. Но каждый раз бегать за ее сиськами мне как-то уж совсем дико и неинтересно. И еще вы будете смеяться, но вот эта вот тусовка, на которую я собрался, была состряпана как презентация сольного альбома «Семенович». Да, я понимаю, уже смешно. Вообще это парадокс нашего шоу-бизнеса, когда тебя называют певицей, но никто не знает, что же ты такое поешь. И вот тут та же самая ситуация. Человек с сомнительными вокальными данными, с видом стриптизерша на пенсии, нашептала аж на целый альбом. Привет, Ольге Бузовой. Так вот, приезжаю на эту ее вечеринку, записываю Лазарева, Баскова, этого недоделанного пугачевского экс-муженька, Шута Горохова, Киркорова. Думаю, ну надо и Анютку до кучи записать. Все-таки будет уж совсем некрасиво всех отснять, а ее бедную обделить вниманием. А пока записывал весь этот гей-клуб, понимаю, что это не просто гей-клуб, а еще и выставка мини-собачек, что меня сразу покоробило на этой вечеринке. Дикая концентрация на квадратный метр гламурных свирестелок с маленькими псинками в руках. И у каждой такой гламурной уточки по пушистому тузику. То есть я вижу перед собой целую свору обтузенных гламурок, у которых нет мозга, но есть пушистый тузик в дизайнерских шмотках и украшениях за тысячи долларов. Помню, как это Сисинович подходит к одной из своих гламурных подруженцев и говорит «Ой, у тебя такая красотка, она так идет в своем платье от гучи». Тфу, только вдумайтесь в эту дичь, собака идет платью от гучи. Тфу, противно. Эти бедные несчастные тузики у них просто как пушистые аксессуары, ну просто гадюшничество. Куда смотрят защитники животных и каким местом думают все вот эти вот губастые уточки, когда тащат своих псинок в шумные накуренные клубы. Просто зараза бацильная. А кстати говоря, уже в начале мероприятия тузики выразили свое отношение к вечеринке Анечки несколькими вонючими кучками на полу в этом вип-клубе. А пара гламурок даже успели там отметиться, так что тузикам респект. Я думаю окей, сейчас начнется наше интервью с Анюткой, мы с этой темы и завернем. А пока я записывал это гей-трио из Киркорова, Лазарева и Баскова, Семенович умотала прихорашиваться. Думаю окей, пока она готовится к интервью, я тоже переведу дух и отойду подальше от шумной музыки куда-нибудь в тихий закуток, и там подожду и выхода. И кстати, вот это мое качество, держаться вдали от толпы и наблюдать за происходящим со стороны, очень часто приводит меня к интересным последствиям. В общем, нахожусь в тихом закутке этого клуба, где никого нет, ожидая выхода Анюты, вдруг поворачиваю голову и вижу перед собой Семенович, который стоит перед зеркалом и совершает какие-то странные манипуляции со своим лицом. Просто стоит и натягивает губы туда-сюда, туда-сюда. Есть улыбка? Нет улыбки. Есть улыбка? Нет улыбки. Думаю, ничего себе, так вот как они тренируют все эти свои фальшивые оскалы. И вдруг она меня замечает и тут же с недовольным видом сваливает. Вот это да, думаю, вот это я, как всегда, удачно попал. Понимаете, когда артист разминает рот и делает какие-то голосовые упражнения перед пением, это одно. Но все это в данном случае выглядело именно как тренировка фальшивой улыбки. Позже она берет микрофон, выходит на сцену, открывает рот, и я понимаю, что это уголимая фанера. То есть для меня очевидно, что она просто тренировала свою фальшивую улыбку. Наступает момент интервью, и каждому журналисту отводится время, чтобы записать Сесинович по поводу выхода ее альбома, который она нашептала. Но нам на самом деле до одного места на НТВ еще не хватало нам пиарить всех этих бездарных Шептунов. Нет, хренушки. Мы приезжаем записывать их на те темы, которые интересуют исключительно нас и зрителей. А как вы понимаете, всем абсолютно пофигу, какой альбом нашептала Анна Семенович. Ну и на самом деле, учитывая огромный рейтинг, ты не поверишь, все эти звездуны прекрасно это понимают. И сами рвутся, чтобы она засветится. Мой оператор настраивает камеру, я сажусь прямо перед Семенович, который сидит с этой своей натянутой улыбкой. Но я понимаю, что она знает о том, что я знаю, как она ее до этого натягивала. То есть она улыбается, но в воздухе уже запахло жареным. Все почувствовали напряжение, что сейчас точно что-то произойдет. И вот тут вдруг Семенович переводит взгляд на моего оператора, который настраивает камеру и начинает его поучать. Ой, сделайте мне света больше, а то я знаю, как вы снимаете. И камеру выше поставьте, чтобы у меня не было второго подбородка. Вот тут мне сделайте выше, а тут ниже. Понимаешь, моя недорогая, второй подбородок он либо есть, либо нет. Если не хочешь второй подбородок в кадре, заканчивай жрать на видео в инстаграме. Переходи на правильное питание, соблюдай диету. Или отчаливай шоу-бизнеса. Потому что мы не натягиваем подбородки всем, у кого во лбу горит звездец. И нам абсолютно плевать на твои хотелки. И вообще-то снимать артистов наша работа. Мы съемочная группа канала НТВ. Мы без тебя разберемся, как нам настраивать камеру и что и куда нам ставить, кому в какое место. Поэтому не надо лезть без мыла к моему оператору в задницу. Мы же тебя не учим петь. Хотя, на мой взгляд, как раз-то то, чему тебе пора бы научиться. Не, желание хорошо смотреться в телеке, это понятно. Сегодня любая звезданутая бездарность желает видеть себя красивой на экране. И, кстати говоря, есть же такое понятие, как рабочая сторона лица. И сейчас открою вам секрет. Например, та же певица Валерия. Когда я подхожу к ней с камерой, то она всегда просит меня вставать с определенной от нее стороны. Чтобы ее фейс выглядел максимально товарно в кадре. Уже со временем я привык и сразу вставал с той стороны, с которой ей удобно. Или возьмем Лобаду. У нее заметная асимметрия лица, поэтому в интернете то и дело всплывают фотографии, где она выглядит вот так, как выглядит. Потому что только с одной стороны она получается хорошо. Другая сторона у нее непредсказуема и живет отдельной жизнью. И это нормально. У каждого человека есть определенная асимметрия. В этом нет ничего криминального. Ну а если Валерия просит меня снимать ее с определенных ракурсов деликатно, у Валерии это просьба. То в случае с Семенович ни о какой просьбе речи не идет. Там просто вот вынь да положь Анечке. Передо мной сидит такая борчуха-хочуха, которая разбрасывает свои хотелки и все перед ней должны стелиться. Настроили камеру, начинаем интервью. И первый вопрос, который касается как раз таки тузиков, бедных, несчастных, замученных тузиков. Ну а что тянуть резину? Я задаю вопросы, которые мне интересны. Считает ли она правильным вот так таскать собак по шумным накуренным клубам? Все-таки это живое существо. На что она мне отвечает? Ой, но они же такие милые. Мы их и кормим, и поим. Как их можно оставить дома одних? Им так приятно сидеть у нас на ручках. И уже после этого вопроса я понимаю, как напряжение усиливается. Да, она все еще продолжает мне улыбаться. Но в глазах я читаю совершенно другие эмоции. И вижу, что человек испытывает ко мне дикую неприязнь. Рядом с ней стояла трехлитровая банка. Я говорю, собственно, а что это такое? И она мне заявляет, что вот ей подарили банку с молоком и медом. На улице зима, холодно. Сейчас она все это выпьет и разогреется. Просто цирк. И тут я логично продолжаю начатую ею тему и спрашиваю, как она поддерживает свой иммунитет в период активных вирусов. На что у нее вдруг резко слетает улыбка, и она мне заявляет, а на эту тему я говорить не буду. Я с удивлением замечаю, что вы же сами начали эту тему. Расскажите зрителям, как артистка борется со всей этой заразой. Нет, эту тему я вообще не буду обсуждать. Я говорю, ну хотя бы теоретически, можете представить? И вот тут она как завяжет. И я не буду этого представлять. Алина, Алина. Алина это пиарщица из пиар-агентства, которое вот организовало всю эту поляну для Семенович. Тут же выскакивает эта Алина с трясущимися руками. Видно, что это Семенович из нее веревки только так вьет. И Алина нам заявляет, что все, на этом мальчике ваше интервью заканчивается. И вы бы только видели физиономию Семенович, которая завизжала и заверещала на весь клуб. Тут же ее этот наигранный оскал испарился, а я так и не понял. Что такого недопустимого, я спросил у этой великой артистки, что ее величие вмиг обернулось неадекватной истерикой. Ничего ж грубого не сказал, ни одного плохого слова. А с другой стороны, думаю, ну наконец-то, хоть какая-то искренняя эмоция. И вот тут я на себе ощутил, насколько же фальшивый российский шоу-бизнес. На примере той же Семенович. Мало того, что искусственная и высокомерная личина, так еще и неадекватная. Притом такая дикая бездарность. Голоса нет, хитов нет. Артистизм и грация ноль топчутся на сцене, как слон в посудной лавке. И дело даже не в лишнем весе, а элементарно в отсутствии харизмы и таланта. Потому что внешне она как раз-таки куколка. Да, куколка нестандартная, пышная. Но, говоря объективно, в своем типаже она красотка и выглядит эффектно. Всегда красивый макияж и укладка. Сразу видно, что человек не жалеет денег на визажиста и парикмахера. Но у нас тут не конкурс визажистов. Если ты назвала себя певицей, то покажи свой голос и свой талант. А не сиськи крупным планом в каждой программе. Достала до чертиков. Опять же, есть всемирно известные артистки-пышки, которые очень харизматичные, чертовски привлекательные и не вызывают раздражения. Возьмем ту же певицу Нетту, победительницу Евровидения от Израиля. Это вообще не мой формат музыки, но девочка харизматичная, человечная, а главное, голосистая. Но голосистая от слова «голос», а не от того, от чего начинается карьера Анечки. И вот потом ты смотришь на Никакушку Семенович и думаешь, господи, кто ж тебя впендюрил на сцену такую дикую бездарность? С нулевым талантом, но при этом с таким диким, раздутым чувством собственной значимости. Ладно, была ты сто лет назад какой-то там спортсменкой, но спортсменка держит себя в ежовых рукавицах. Спорт – это дисциплина. А когда ты смотришь на эту расплывшуюся медузку шоу-бизнеса, которая болтыхается на сцене, да еще и с таким гонором, то понимаешь, конечно, что никакого спортивного будущего у этой фальшивой, воскомерной тетки быть не могло. Открывая ее танцульки на ютубе, два притопа, три прихлопа. И все под фанеру. Позорище. У нас люди на капустниках, и то выступает лучше, чем так называемая певица Анна Семенович. Вот там люди у нас отрываются, будь здоров. Никакой фанеры, все в голосину, куча эмоций. Так что теперь всем на сцену перейти? Нет. Поэтому, Анечка, может, тебе задуматься, не занимаешь ли ты чужое место на сцене 20 лет подряд? Может, на пятом десятке пора уже уступить место реальным талантам? Где победители шоу-голос? Где новые имена, те, за которых люди проголосовали? Их нет. Зато есть сиськи Семенович крупным планом в каждой программе. Включаю «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, и вижу, как они два выпуска подряд обсуждают ее округлость. Вы можете себе представить? В 15 лет они были такого размера, в 20 взбудоражились, в 30 взбубенились, в 40 взбомбились. А сейчас мы вызовем свидетеля сисек. Вот этот вот подтвердит то, что грудь росла постепенно. Сейчас наш зритель пощупает, а теперь наш врач обнюхает. Тьфу, позорище. Как не стыдно человеку. И все это показывает по центральному каналу в дневное время. Вы че творите, господа? У той же Кудрявцевой она рассказала о том, что у нее гигантомастия, это когда грудь растет до гигантских размеров. И о том, как она от этого страдает, ужасная нагрузка на скелет, и спина болит, и на животе спать невозможно. Одежду найти тоже проблема, приходится шить на заказ. И в этот момент я ей искренне сочувствую. Но мое сострадание заканчивается, когда я понимаю, что обсуждение твоей груди – это единственное, на что ты способен. Даже если взять других противных людей шоу-бизнеса, то у них хотя бы есть голос и хиты. Тот же Киркоров. Мерзотнейший тип. Если хотите про него отдельный ролик, напишите в комментариях. Но у него хотя бы есть песни. Мы можем вспомнить. Единственная моя. Зайка моя. Мой Рафаэль. И куча других моев. А в случае с Семенович – просто пустота. Марианская впадина. Дать ей в руки семечки. И вот типичная торгашка с какого-нибудь рынка. Налетай, покупай, арбуза вся, деньг за семь. Вот тут я бы сказал, что да, человек на своем месте. А так спрашиваешь, певица, актриса, а что поет? Где снималась? Где что-то прошмыгнуло, промелькнуло? Никто не знает. Ни одной песни. Ребята, я ни одной песни не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. Все, что я могу вспомнить – это то, что она везде сует свою грудь. Вот и все. Вот на этом и певица вся. Позорище. И, конечно, моя оценка во многом личная и очень субъективная, тем более после ее вот этой звезданутой истерики. Но именно мой личный опыт как раз-таки и помогает понять, кто чего представляет в нашем шоу-бизнесе и кто чего стоит. Можно всегда найти оправдание и сказать, возможно, в тот день Анечка переутомилась, устала бедняжка. Но, понимаете, люди других профессий устают еще больше, а работа в шоу-бизнесе хоть и нервная, но вполне себя комфортненькая. Тем более за те бабки, которые они гребут лопатой. Но на этом мои приключения не заканчиваются и уже на следующий день я отправляюсь на другое интервью с Жанной Агузаровой. Да, думаю, неделька предстоит интересная. Если даже Семенович устраивает мне истерики на пустом месте, то что тогда ожидать от Агузаровой, которая славится своим непростым характером. Если вам уже интересно то, что я рассказываю, то прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Говорят, что это приносит удачу каждому моему подписчику. Ну а если вы хотите поддержать меня лично в это бессовестное сисястое-писястое время фальшивых улыбок, то для вас я оставлю ссылку в описании видео. Буду благодарен каждому. Ну и продолжаем разговор. Ох, ребята, если бы вы знали, как непросто договориться с Жанной Агузаровой. Это вам не Сесинович, которая заманивает журналистов на свои тусовки громкими именами приглашенных знаменитых гостей. В случае с Жанной долгие переговоры, которые длились месяцами, но в итоге я все-таки смог договориться на эксклюзивное интервью в день ее концерта. Из всех телевизионщиков был только я и мой оператор. И, конечно, Жанна – это персона, к которой едешь с волнением. А учитывая ее репутацию, понимаешь, что вот тут ожидать можно всего чего угодно. Приезжаю, как и договаривались, за час до концерта. Ее директор ведет меня в гримерку Жанны. И точно по расписанию, прям вот минута в минуту появляется Агузарова с этой своей безумной прической, таким рыжим одуваном. Начинаем общаться. И каково же было мое удивление, когда перед собой вместо вздорной тетки, которую я ожидал встретить, я вижу абсолютно адекватного человека. Она рассказывает мне о своем увлечении живописью, показывает свои рисунки, хвастается нарядами и украшениями. Оказалось, что Жанна Агузарова та еще модница. Показывает мне какие-то невероятные огромные часы на ее руке. Дескать, они сообщают, когда метеоритный дождь. Шутят, говоря о своих путешествиях на Марс. В общем, короче, та еще юмористка. А что самое главное, общалась она абсолютно без какого-либо звездного пафоса просто и по-человечески. И настолько меня расположило, что я даже рассказал ей о том, как накануне вляпался в Семенович и об этой ее истерике. На что Жанна искренне рассмеялась и сказала, что нынче каждый клоп считает себя суперзвездой. И чем меньше клопушка, тем больше воня. С чем я абсолютно согласен. Сами прикиньте. Где Семенович бездарная и где Жанна Агузарова с ее песнями, которые будет петь не одно поколение. Казалось бы, кто и мог бы устраивать истерики, так это Агузарова. А на деле выходит совсем наоборот. И глядя на пустышку Семенович, с грустью понимаешь, что даже будучи полной бездарностью, просто оказавшись в нужное время, в нужном месте и в правильной позе, тоже можешь оторвать свой кусок славы, просто обсуждая в каждом эфире размер своих сисек. То есть кто-то становится известным благодаря своему таланту и суперхитам, как Жанна Агузарова, а кто-то благодаря обсуждению своих сисек и умению фальшиво скалиться, как Семенович. В отличие от нее, Жанна оказалась на удивление приятным человеком. И после нашего с ней интервью она даже пожалала мне руку, что говорит о ее максимальном ко мне расположении, что, конечно, было мне очень приятно. Интересно, как вы относитесь к Жанне Агузаровой и Анне Семеновичу? Давайте обсудим в комментариях. Ну а на сегодня это все, ребята. Берегите меня и друг друга. Будьте здоровы и до встречи в новых видео на канале. Продолжение следует...